Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами очередной выпуск информационно-познавательной телепередачи «Семейный доктор». И мы сегодня в гостях в научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней города Алма-Аты. Одной из насущных, актуальных, социально значимых проблем остаются заболевания печени. Тема нашей сегодняшней передачи – цирроз. Что такое цирроз и с чего все начинается, расскажут квалифицированные специалисты института. Дорогие телезрители, мы сейчас пройдем в терапевтическое отделение Института кардиологии и внутренних болезней, где нас ждут врачи, которые расскажут нам все подробности о циррозе печени и что может произойти с человеком, который не долечил вирусный гепатит. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Здравствуйте, меня зовут Серик, журналист телеканала Ассаларна, ведущий информационно-опознавательной программы «Семейный доктор». На сегодняшний день существует очень много патологий, заболеваний, связанных с нашей печенью. И мы решили сегодняшнюю передачу посвятить именно одной из коварных и распространенных патологий – цирроз. Расскажите нам и нашим дорогим телезрителям об этой патологии все, все подробности, с чего все начинается. Цирроз печени – это хроническое заболевание, которое прогрессирует. Когда у нас у пациента развивается процесс фиброза, то есть когда эластичность ткани теряется, функция печени уже не выполняется на те 100%, которые должны выполняться у здорового человека, развивается такой, скажем, склероз, фиброз в самой ткани печени. Последние десятилетия очень много внимания уделяется заболеваниям печени, в частности, проблемой гепатита. Об этом много спрашивают рядовые наши граждане, и об этом очень много разнообразных научных дискуссий. Я могу сказать, что, наверное, в области лечения заболевания печени или в гепатологии произошло такое количество изменений, открытий, какое не произошло, наверное, ни в одной медицинской специальности. И в первую очередь это касается проблемой вирусной гепатиты. Хронические вирусные гепатиты – это медленные инфекции, которые передаются через кровь, поэтому они называются парентеральными, и могут очень долгое время протекать бессимптомно. То есть сотни тысяч людей, не подозревая, могут носить в себе вирусы до поры до времени, пока заболевание печени начинает себя проявлять. К сожалению, возникают такие ситуации, когда специалисты у пациентов, которые не своевременно обратились, выявляют заболевание на стадии цирроза и рака печени. И когда врачи начинают обследовать, они обнаруживают вирусы гепатитов, поэтому глобальное значение имеет раннее выявление заболевания. Может ли быть это патология у здорового человека? И что может привести, какие причины к этому заболеванию? Причин достаточно много. Самые частые причины, с которыми мы сталкиваемся, это в первую очередь, конечно, вирусы. Вирусный гепатит В, С, Д, то, что мы всегда слышим, часто слышим, об этом сейчас говорится очень много. И, в принципе, это является социальной проблемой сегодня в нашей стране. В детской практике помимо вирусов также могут встречаться и генетические нарушения. Когда идет нарушение обмена железа, это гемохроматозы, могут быть нарушения проблемы с медью, это вильсона-коновалова, заболевания. Также может быть альфатрепсиновая недостаточность. Или же пороки развития той же печени или желчеводящих путей. Тоже могут приводить уже к экстренным показаниям трансплантации печени, то есть патология, которая требует экстренного вмешательства. Не могу не отметить также и такую причину, как жировая болезнь печени. Алкогольный гепатит жировой и неалкогольный жировой гепатит. Допустим, у нас в клинике, у себя на приеме, я вижу с каждым годом все больше и больше пациентов, которые страдают именно жировой болезнью печени и последствиями, циррозом и раком. Жировая болезнь печени имеет говорящее название. И развитие данного заболевания связано с накоплением и отложением в тканях внутри печени избыточного количества жиров. Когда я вижу пациентов на приеме, допустим, у которых есть ожирение, нарушение обмена сахара, повышенное давление, то есть все, что мы называем терминометаболический синдром, и они, беспокоясь о состоянии своей печени, просят меня назначить им какие-то там волшебные препараты, я всегда объясняю, что в основе лежит образ жизни. Это простые рекомендации, которые каждый человек, и пациент, и мы, врачи, обязаны соблюдать. Если мы, дорогие телезрители, не будем соблюдать простые, прописанные врачами рекомендации, мы можем столкнуться с плачевными последствиями и осложнениями. Приходится также и бороться с осложнениями цирроза печени, которых на самом деле много. Я не хочу грузить зрителей какой-то сугубо специфической медицинской информации. Это тяжелая категория пациентов, с ними работать гораздо сложнее. В основном такие пациенты лежат у нас в Институте кардиологии внутренней болезни. Существуют стандартные подходы, у нас есть протоколы диагностики утвержденные, которые полностью гармонизированы с международными стандартами. Мы стараемся им следовать, и у нас много случаев, когда такие пациенты, избавляясь от гепатита, они в конечном итоге все-таки имеют шанс на дополнительные годы жизни. В стационарном отделении научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней проходит лечение пациент, который врачи поставили диагноз цирроз печени. С чего все началось у пациента? У пациентки был вирусный гепатит B с D-гепатитом скомбинированный, который диагностировали чуть позже, конечно, но ей начали этиологическую терапию. Причину противовирусный препарат она принимает до сих пор, но, к сожалению, прогресс заболеваний есть. Сегодня мы, конечно, видим уже более выраженное проявление цирроза печени, несмотря на то, что она получает все препараты, которые лечат нам симптомы. Также она получала и даже малоинвазивные методы лечения для того, чтобы уменьшить прогрессирование симптомы заболевания. Но, в принципе, у пациентки на данный момент уже более-менее стабильное состояние. Сейчас у пациента одна надежда на трансплантацию, и хотелось бы ей от всей души пожелать скорейшего исцеления и выздоровления. Дорогие телезрители, мы сейчас в кабинете функциональной диагностики. Хочу напомнить и сказать, дорогие друзья, что нужно соблюдать этикет диагностики. От диагностики и лабораторных исследований зависит дальнейший ход лечения пациента и нас в целом. Давайте пройдем, где нас ждет врач. Сейчас, получается, врач отпустила пациента и, как вы видите, заполняет специальный реестр, в котором она в подробности описывает все то, что она производила на УЗИ аппарате. Ну, расскажите нам тогда более подробнее, как вы делаете именно, производите диагностику при циррозе печени. Ну, есть очень много методов исследования. В основном это, конечно, ультразвуковое исследование. Потом, значит, для более подробно, чтобы узнать, насколько она выражена, этот цирроз печени, надо проводить ультразвуковую доплерографию сосудов печени и селезенки, то есть портальные системы, потому как она в первую очередь страдает. Потом есть МРТ, делается брюшной полости, и делается компьютерная томография. Эти исследования проводятся. Ну, давайте я вам сейчас наглядно покажу, как это делается на УЗИ. Диагностики и УЗИ ДГ сосудов печени и селезенки сейчас. Дорогие телевизорители, хочу сказать, что это очень практичный, один из практичных видов и методов диагностики, да? Да. Именно цирроза печени. Для этого мы проводим, сейчас я покажу вам, измеряется размер печени, измеряется, значит, так, измеряется обязательно сосудистая система. При циррозе печени получается уплотнение печеночной ткани и снижается скорость всасывания крови печенью, поэтому замедляется кровоток, и это мы определяем методом ультразвуковой доплерографии сосудов печени. Определяем по нему, можно определить уровень, насколько она снижена, скорость кровотока, насколько уплотнена печень, насколько выражен, допустим, контур печени, смотрим при циррозе печени, когда идет фиброз уже, начинается асцит, то есть выпотевание жидкости в брюшную полость. Начинается, бывает, этот контур печени неровный становится, печень становится бугристым. Это все можно на УЗИ установить. Многим убирают селезенку из-за того, что она очень сильно расширяется и практически плохо помещается в брюшной полости. Некоторые вынужденно убирают селезенку. Ну, сейчас у нее селезенка на месте, у нее вот тут даже есть добавочная доля селезенки появляется из-за того, что… Это тебе делали эмболизацию уже, да? Из-за эмболизации. Из-за эмболизации. А, из-за эмболизации. Вот когда лечат, делают эмболизацию селезенки, она сильно, когда сильно расширяется, эмболизация селезеночной артерии, и мы тут оцениваем, насколько нам была продуктивной эта эмболизация. То есть, тем самым создают искусственный инфаркт селезенки, из-за инфаркта селезенка потом уменьшается. Это все тоже, это и методика и определяется. Ну и один из самых главных вопросов, которым задается каждый из нас, как лечить цирроз? Если мы говорим о лечении цирроза печени, то в первую очередь мы, конечно, должны остановиться об этиологическом лечении, то, что мы до этого с вами обсудили. Если мы говорим уже об осложнениях самого цирроза печени, а так называемой портальной гипертензии, существуют лекарственные средства, которые должны приниматься постоянно. Существует такой метод лечения самой уже тяжелой категории пациентов с декомпенсированным циррозом, как трансплантация печени. И наши хирурги, это многократно освещалось также в прессе, успешно реализуют программу по трансплантации печени. Анализируя результаты проведенных трансплантации печени, по выживаемости пациентов и по исходам в целом, все данные проделываемой работы сходятся с европейскими стандартами, с данными других стран. Конечно, не дай бог, но, дорогие телезрители, хочу вас успокоить. У нас есть все возможности для того, чтобы провести трансплантацию печени совершенно бесплатно. Что вы посоветуете традиционно в конце нашей программы нашим дорогим телезрителям? Какие протилактические мероприятия нужно соблюдать? Если мы говорим о таких здоровых людях, то мы, конечно, должны говорить, что это здоровый образ жизни. Сегодня в понятие здоровый образ жизни это входит, конечно, исключение вредных привычек. Исключение курения – это однозначно, потому что курение дает на печень прогрессирование фиброза. То есть оно не является причиной развития гепатита или цирроза, но оно и создает нам фон для ухудшения состояния печени. Мы говорим о, естественно, питании, рациональном питании. Такое питание, которое является здоровым. Нет никаких диетических каких-то рекомендаций, чтобы, да, вы должны кушать 3 кг фасоли, у вас все будет хорошо. Такого нет. Но мы говорим о здоровом питании, рациональном питании, куда сбалансировано входит все. Ну вот недавно мне пришлось присутствовать на одном большом конгрессе международном, где достаточно большой объем времени был уделен именно поражению печени на фоне биологически активных добавок. Это касается и БАДов, которые распространяются через интернет, какой-то вот этот сетевой маркетинг существует, спортивных БАДов. Очень много приходят ребят, которые занимаются в клубах, пьют вот эти коктейли. То есть нужно тоже иметь в виду, что печень, она не любит подобные вещи, очень плохо реагирует. И чем меньше подобных препаратов потребляет человек, тем лучше. 28 числа на базе нашего Института кардиологии внутренних болезней мы планируем провести очередную школу гипотолога для профессионалов, для врачей наших. Мы будем представлять там новые клинические протоколы, которые утверждены нашим министерством, для того, чтобы наши врачи могли уже в ближайшее время эти протоколы, которые включают новые методы ранее диагностики, лечения, применять на практике, на благо здоровья наших пациентов. Не осталось ничего, дорогие друзья. Остались лишь голые факты. Да, действительно, цирроз печени и вирусные гепатиты являются серьезными и грозными заболеваниями, которые могут привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться к квалифицированным специалистам за помощью. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!